Друзья, сегодня очередная притча для наставления нашего – это дети. И Священное Писание избирает эту притчу, и Сам Господь учит через это наставление. И мы сегодня также обратимся к словам Господа Иисуса Христа. Когда мы смотрим на детей, у нас есть такая уникальная возможность, как будто бы на машине времени вспоминать себя, вспоминать моменты, когда мы сами были на руках наших родителей, когда мы проживали то самое детство, о котором вспоминаем, и можем из него извлекать уроки, особые примеры, особые опыты. И зададимся сегодня очень важной темой – быть как дети, но не быть детьми. Вот есть и такое наставление о том, чтобы быть как дети, и в том, чтобы не быть детьми по каким-то определенным критериям. Так вот, надо еще раз размышлять, как и вообще над всем Божьим Словом. Как же услышать Божье наставление быть детьми? Дети нас вдохновляют, дети делают нас моложе. Хочешь, не хочешь – забегаешь. На фоне заботы о детей даже бабушки и дедушки вынуждены окрылиться, вынуждены проявить силы, вынуждены быть и здоровее, и бодрее, потому что надо их и догнать, и перегнать, и позаботиться, и все-все-все осуществить. Это сил требует невероятных. Мобилизация такая происходит с человеком, когда он видит ребенка и готов ему послужить. И мы сегодня поразмышляем и вообще над понятием этим детства, и над библейскими наставлениями, которые дает Иисус Христос в Евангелии. Для начала немного энциклопедического определения, и в нем уже так много здравых смыслов, которые нам сегодня нужны, как народу Божьему. Детство – это период человеческого развития, когда человек, в скобочках «ребенок», тут важно помнить, что это и человек, что это и ребенок, он учится понимать окружающий мир. Мир – это не часть, вернее, не все определение, всего лишь часть, но такая важная, чего не хватает сегодняшнему населению Земли. Судя по тому, что происходит с планетой, человек так и не понял окружающий мир. И окружающий мир, что с ним происходит, друзья? Ну, посмотрите за окно, вот то и происходит. Планета мучается, стинает, потому что планета уже устала жить с населением, которое на ней себя активно проявляет. Люди перестали узнавать окружающий мир. И даже апостол объясняет, что через рассматривание творения, через вот этот окружающий мир, многие из людей становятся не верующими, а становятся наглыми ругателями, отвергающими Божью творческую силу и не признающими Бога как Творца. А тот, кто правильно понимает этот мир, кто чувствует, что он дитя, ему нужно мир познавать, он в этом мире кого видит? Бога. Есть много интересных христианских гимнов, где говорится «Бога я вижу в озерах синих», «Бога я слышу в движении ветра». Чудесно! Так Бог и являл себя многократно. От голоса Его громыхали горы, сотрясались, небеса могут свернуться, как свиток. Бог говорит о том, что природа реагирует на Него или слушает Его повеления. Если ты вникаешь в природу, во-первых, ты хорошее дитя, ты еще взрослеешь, и ты можешь узнать Бога, что Бог создал этот мир, ты Бога Творца почтишь. Но что еще касается детства, друзья, этот ребеночек, этот человек тренирует необходимые навыки. Сейчас у них, правда, мало навыков, только есть, спать, иногда погулять, озарить или оглушить голосом своим окружающих. А потом этих навыков становится все больше и больше. Какая интересная притча о талантах в описании детей. Дети постоянно что делают со своими талантами? Преумножают. Преумножают. Они даже учатся правильно спать. Вы знаете, как увидите, что ребенок взрослеет? Я наблюдал за своими детьми. Когда он спит и начинает ворочаться, одеяло скинул и так и мерзнет, не умея, значит, во сне накрыть себя одеялом. Как только ребенок научился во сне, там через дремоту, обратно одеяло накрыть, уже повзрослел. Я это заметил. То есть, пока маленький, лежит такой весь скрюченный, мерзнет без одеялки и до утра может так. Еще и мокрое дело сделает, потому что замерз. Но повзрослев, он может исправляться. Это чудесно. Так что и мы, друзья, если мы дети, мы продолжаем обретать все новые и новые навыки. А еще важно, что делает ребенок? Ребенок усваивает культуру своего общества. Дети не просто растут сами по себе. Вы заметите это в описании детства у психологов, что до двух лет он сосредоточен на себе, в три года сосредоточен на себе, а чуть старше становится, знаете, он уже начинает учитывать других. Все равно переживает о себе, но уже учитывает других. И чуть старше начинает уже сострадать. Это правильное детство, когда он все больше и больше коммуницирует с другими. Он не один. Я рад за семьи, в которых не один ребенок появляется, а двое, трое больше. Дети учатся коммуницировать, дети учатся служить, понимать, что не одни, одни центр этого мира. Они уже братья и сестры. Так важно это. А если ты один, иди в церковь Божию, и ты почувствуешь, что ты не один, у тебя есть кто? Братья и сестры. Не строй отношения только сам с Богом. Это тупик. Не строй лично только ты отношения с Богом. Бог говорит, строй отношения с тем, кто рядом. С ближним, которого ты видишь. С родными, о которых у тебя должна быть забота, участие. Ты должен заботиться. Ты должен родеть или печься, переживать о домашних своих. Это Божье повеление. Вот ребенок усваивает культуру своего общества. И особое благословение, что сегодня семьи, рождая детей, приносят детей для благословения в церковь, хотят, чтобы дети усваивали культуру церкви. Причина почему? Я еще раз обращусь к книге Псалтырь 77-му Псалму. Посмотрите, что там, оказывается, Бог говорит в повелении к родителям. Не только Бог дает уставы, законы, чтобы передавать их детям. Не только возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Есть запятая. Внимание, услышите, друзья, этот стих 8-й из 77-го Псалма. И не быть подобным отцам их роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Родители, есть иногда препятствие для нас с вами думать, что путь детства мы уже прошли, поэтому мы только учим, только наставляем и только воспитываем. Бог говорит, а вы-ка расскажите о своих достижениях прежних. И Он упоминает, какие были достижения у прежних поколений. И они не очень. Именно поэтому семья земная не самая высокая ценность пред Богом. Иисус в эту земную семью может принести иногда разделение. Почему? Потому что семья может хранить ценности прежних поколений, я еще раз повторю, какие? Род упорный, мятежный, неустроенный сердцем и неверный Богу духом своим. А разве в Писании это не рассказывается многочисленными историями? Да многократно. А разве в нашей жизни мы не имеем такого багажа? И вот дети могут замечательно поучиться тому, как признавать ошибки, как продолжать расти. И они увидят это в родителях. Если вдруг вы смотрите на ребенка и говорите, что ты не усваиваешь, сколько раз я тебе говорю, ты не воспринимаешь, ребенок должен увидеть вас, во мне, родители, человека, который что-то усваивает, воспринимает и меняется, друзья. Это закон подражания. И здесь это отражено в псалтере. Пусть это исполнится и в жизни нашей. Итак, мы разобрали определение о детстве. Но есть еще очень важное повеление от Иисуса Христа смотреть на это детство. Я увидел, что Дух Святой действует не только через слова Священного Писания, но и дает мудрость и наставление в этом мире, он действует, где хочет, у него нет границ. И замечательные слова были сказаны нашим соотечественникам. Его не стало пару лет назад. Общественный деятель в нашей стране, очень важный и значимый, это Лиханов Альберт Анатольевич, который возглавлял фонды содействия детству, и писателем был, и общественным деятелем многие годы. И вот он важные слова сказал, которые двигают нас к Евангелию. «Счастливая пора детства, слезы и смех под руку ходят». У меня у детей так, а иногда упадут, заплачут, или что-то произойдет, тут же можно это все обратить в шутки. Он еще не успокоился, еще плачет, потому что больно, но уже смеется, потому что папа веселит. Замечали такое? Смех сквозь слезы или слезы сквозь смех. Все по-разному бывает. Но далее. Взрослым надо помнить свое детство. В этом нет ничего стыдного. Наоборот, прекрасно, если взрослый, даже седой человек, способен подумать, как ребенок. Это прекрасно, когда человек любого возраста может подумать, как ребенок. Может как-то вспомнить, погрузиться вот в эту ностальгию, когда было все в разы прекраснее, в радужнее. Ну, в детстве взрослость кажется очень красивой, безоблачной, правда? Вспомните ваши мечты. Кем будете, как вы все сделаете. Лучше, чем у родителей, конечно. Лучше, чем у всех остальных. В детстве все радужнее. Это неплохо. Ну, это такая пора. Поэтому прекрасно, если взрослый человек способен подумать, как ребенок. Но где находим мы эти слова или повеления чему-то научиться у детей, в чем-то подражать им? Евангелие от Матфея. 18 глава посвящена огромному букету размышлений и значительная часть, первая часть этой главы отведена учение Иисуса Христа о детстве. Вы знаете, что евангелист Матвей, он как бы создал своеобразную хрестоматию учения Иисуса Христа. То есть, он собирал воедино разные высказывания Иисуса, и в частности, вот Нагорная проповедь, которую мы читаем в Евангелии от Матфея, это самое яркое ее изложение. Это изложение того, что Иисус говорил все годы. Не один раз только в одном месте, а он все время так учил. И вот, однажды ученики приступили к Иисусу, и Иисус дал определенное наставление. А как вы думаете, с каким вопросом приходят ученики к Господу? И они говорят, кто больше в Царстве Небесном? Интересное размышление про иерархию. И на это Иисус берет и иллюстрирует целую притчу. Призвав дитя, Иисус поставил его посреди них и сказал, истинно, говорю вам, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Мы привыкли, я по себе могу сказать, уверен, у вас тоже, потому что все цитаты обычно так и строятся, все цитируют слова Иисуса про то, чтобы нам быть как дети. Давайте возьмем полностью фразу Иисуса. Он не говорит просто «Будьте как дети», а Он говорит сначала, внимание, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». А почему им нужно обратиться? Потому что они приходят к Иисусу с неправильным вопросом. О чем они переживают? Кто больше в Царстве Небесном? Внимание! Если вы будете переживать на тему «Кто больше в Царстве Небесном?» И только в этом ключе думать и искать у Бога какие-то зацепки, ответы, оправдания, это тупик. Если кто больше в Царстве Небесном и как дети, тогда будешь капризный как дитё в Царстве Небесном. Видели, когда ребёнок в магазине, не получив игрушку, что он устраивает? Таким детём надо быть? Это же страшно! Иисус начинает выражение не с того, что вот просто возьмём пример для подражания, и это магический рубильник. Во, мы так сейчас решим, будем все как дети. Вы думаете, это я сейчас утрирую и как бы, ну, такое быть не может? Вроде все взрослые сознательные люди. Нет! Были целые религиозные движения, которые взяли слова «быть как дети» как практику религиозной жизни. Вот так, собравшись в собрании, в церкви, на служении, они начинали вести себя как дети. Они начинали лепетать, валяться по полу, кричать, смеяться и так далее. И говорили, что это детский смех, детская хвала Господу, и мы в этот момент исполняем заповедь Господа Иисуса Христа, и Бог прославляется в этот момент. Вы представьте, если вот прямо сейчас, я даже боюсь на вас смотреть, или представлять это, это будет страшно, если вы сейчас начнете валяться по полу. Но некоторые религиозные собрания так проводят свои служения. Они в буквальном смысле берут эти слова, они начинают вести себя как дети. Есть даже гравюры, ну, не гравюры, литографии еще конца 19 века с изображением таких собраний. То есть, это не свежая какая-то придуманная там экзальтация или издевательство, ну, или как стёб называется. Нет, это серьезное религиозное движение, практикующие такой детский лепет. Наверное, Господь дает правильный вектор. Если не обратитесь, если не осмыслите, где вы сейчас, и только потом начинаете осмысливать, какими быть детьми. Подумайте вот эту логику. Ну, а дальше Иисус, конечно, даст больше наставлений и объяснений. Давайте обратимся. Еще Иисус повторяет. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. То есть, ваш вопрос про вот это кто больше, вы должны откатить назад и умолиться. Никто больше. А как? А меньше. Дитя, оно же меньше. Настолько меньше, друзья, что в истории человечества детство стало изучаться только где-то с 19-го столетия. Раньше понятия детства, вот как мы сегодня озвучиваем, его не было. К детям относились в разы серьезнее, как только они становились хоть чуть-чуть самостоятельными, ходить, разговаривать, какие-то базовые навыки, они сразу начинали вести взрослую жизнь в плане нагрузки. Не в плане создания семьи или каких-то привилегий, а в плане нагрузки. Ну, вспомните про бабушек, про дедушек. Нет, не было такого детства, как у нас сейчас. Детей нужно баловать, они же дети, они до 18 лет 100-килограммовый ребеночек. Но сейчас это так, сегодня это страшно. Человек может в свои в 16-17 лет с одного удара убить человека, но он ребеночек. Это страшно, когда такие крайности. Та тоже была крайность, когда к детям относились никак, к детям, когда слишком ответственно, когда ребенок это часть общества, сразу в поле, в работу и так далее. Более того, дети воспринимались не дети семьи, а дети всего сообщества. То есть, ребенок мог назвать мамой и папой любого взрослого из своей общины или из деревни. И когда мы с вами читаем в Писании, когда неродные люди обращаются к старшим или к лидерам и говорят отец или мать, для них это естественно любого взрослого почитать в статусе отца и матери. Совсем другая картина. То есть, нам ее надо долго, так сказать, вникать и неродное это нам. Но чтобы мы понимали, детство даже люди не всегда правильно осмысливают или неправильно к нему относились, да и сегодня тоже бывают крайности. Так вот, Бог говорит нам, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Когда вы становитесь по особым характеристикам социализации как ребенок, вы начинаете быть достойнее Царства Небесного. Достойнее в Царстве Небесном. Давайте еще раз посмотрим на вот это определение. Ребенок символ граждан Царства Небесного. Вот только что мы прочитали. Ребенок это символ граждан Царства Небесного. Помните, кого там животных пасет в Небесах? Кто? Левицу, медведицу, там, вала, всех хищных земных животных. Ребенок их пасет. Тоже интересный образ. А почему? Почему ребенок символ граждан Царства Небесного? Мы же не все подряд берем, не любые детские характеристики, а конкретные, которые многократно описываются, культивируются в Священном Писании. Итак, первое это скромность. иногда нам не хватает. И мне тоже думалось раньше о детях. Ну, простой вывод, кто-то, может быть, через это проходил. Когда ребенок заходит, маленький, два-три годика в собрание или в общество, и первое, что он проявляет, скромность. И когда к нему обращаются, пытаются с ним поздороваться, а он в силу того, что для него естественно тушеваться, прятаться, он замолкает, и он в ступоре. И из него слова не вытянешь. Некоторые люди, не понимая, что это характеристика возраста ребенка, думают, что ребенок невоспитанный. С ним здороваются, а он не здоровается. Нет, это психология. Он закрывается, он видит больших дядь. Это вы такие на равных смотрите, кто-то ниже, кто-то моложе, а для них вы все великаны. Представьте, ребенок, он до колен вам ходит маленький, и вы для него великан. И вот это расстояние преодолеть ему тяжело. Он не заявляет о себе, ему проще спрятаться. А потом он начинает взрослеть, скромность эта уходит, иногда слишком, и он ведет себя по-другому. И вот эта черта скромности тоже необходимо любому верующему, а именно не стараться выставиться вперед, как это было, в частности, у учеников Христовых. Не переживайте о том, как править в Царстве Небесном. Это князья народов так стремятся. А вы думайте о том, как бы скрыться за служением. Я послужу, я уступлю, я другому позволю. Это скромность детская. Второе качество, делающее детей символами граждан Небесного Царства, это зависимость. Зависимость. Я уверен, ваши дети, маленькие, они вообще не могут рассказать о том, какое финансовое состояние у семьи. Они исключительно живут одним днем, знают, ну, зависят от родителей. Если нет папы и мамы, они максимально беспомощны. И чем меньше дитё, тем оно более зависимое. Если ребенок начинает проявлять или забывать о своей зависимости, он может сделать шаги, угрожающие его жизни. Сегодня, так и нам в отношении с Богом, забывая о том, что мы от Него зависим, молитвенно зависим, в наставлении от Него зависим, мы можем сделать шаги, которые разрушат нашу жизнь. И время от времени это происходит. Ты принимаешь решение, демонстрируя независимость от Бога. Как страшно потерять сегодня связующую нить с небом, друзья. Продолжайте зависеть от Бога. все делайте по милости Его. Говорите, что если будет милость Божия, если Господь усмотрит, если Его воля на то, вы спросите эту волю в молитве, в совете, в исследовании, и тогда вы зависимы, как дитя. И третий признак ребенка доверие. Оно явно отражено в словах Иисуса из Нагорной проповеди Матфея 6, 34. Не заботьтесь о каком дне, о завтрашнем. Для Него будет своя забота. Иисус даже не один раз эту фразу говорит. Завтрашний будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Вот дети так. Дети не спрашивают мама, какой наш бюджет на семью. Они просто приходят, открывают холодильник, что поесть. А еще знаете, такое есть выражение про деток. Леночка, когда подрастет, первые слова начнет говорить, когда мама придет из магазина, скажет, что купила, что купила, что купила. Она не знает, где есть деньги, нет, она говорит, что купила. Потому что ребенок доверяет папе с мамой, лезет в пакет, берет все, что есть, даже если это средство для мытья посуды, и употребляет по незнанию. Поэтому дети доверяют. Это если папа с мамой купили, подарили, это принимай. Зависимость и доверие идут на важном таком тандеме. Но что говорит дальше Иисус? Посмотрите на 5 стих 18 главы Евангелия от Матфея. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Друзья, помимо того, что мы себя воспринимаем как детей. Бог говорит еще, дети – это способ принимать других людей. Ты других должен принять как дитя. Или самих детей. Итак, здесь много разных трактовок и объяснений слов Иисуса, потому что дальше он тоже дает много пояснений. важнее всего для жизни не те, кто пробивает себе дорогу и взобрался на вершину пирамиды, сталкивая всех других со своей дороги, а спокойные, скромные, простые люди с детским сердцем. Говоря о детях, Иисус не всегда или не только говорит о возрасте, Он говорит еще о малости в вере. И дальше повествование все время будет упоминать малых сих, малых верующих, то есть дети как отправная точка, какие они? Скромные, зависимые, доверчивые, это отправная точка. И теперь даже взрослый, но начинающий верить человек, он какой? Он дитя. Поэтому нужно принимать таких, которые как дитя, люди с детским сердцем. Это важный критерий построения отношений. Если ты не ведешь себя как дитя с детским сердцем, не думай, что восприятие тебя связано с ненавистью или с предвзятостью. Тебя не могут принять как дитя, потому что ты не дитя. Надо бы как дитя, но ты не как дитя. Поэтому не обессудь. Все как-то логично по принципу сения и жатвы. Еще необходимо принимать у себя ребенка, заботиться о нем, любить его, учить и воспитывать его. Помогать ребенку хорошо жить и лучше знать Бога, значит помогать Иисусу Христу. Знаете, как Иисус говорит? Вы дитя приняли? Кого приняли? Меня. Для общин, для всех верующих, кто смотрит нас, кто здесь в собрании? Друзья, то, как мы принимаем детей в собрании нашем, показывает, как мы относимся к Иисусу Христу. Здесь речь вообще не о том, чтобы детей посадить на трон и обожествлять их. Нет, конечно. Но то, как принимаются дети, согласно слов Иисуса, это отношение к Нему самому. Принимаете одно дитя во имя мое, меня принимаете, говорит Иисус. Давайте это запомним. И еще более сильное, более глубокое понимание этого слова. Видеть в ребенке Христа. Удовлетворять физические потребности ребенка. Стирать его одежду, перевязывать порезы и ушибы, готовить для него еду. Это может быть непривлекательное дело. Но никто в мире не оказывает такой помощи Иисусу как учитель малого ребенка и утомленная и вечно неуспевающая мать. Такие люди увидят блеск в серых буднях, если они иногда будут видеть в ребенке самого Иисуса. Мамочки, когда вам тяжело и когда вы говорите сил моих нет, у вас будут силы. Ведь те в детях ваших не ваших отпрысков только, а Христа. Вы Ему служите. Когда вы так проявите себя, вы начнете даже в серых буднях, в быту, в рутине, в каждом дне видеть какой-то свет, потому что вы послужили Господу. Как много людей хотели вы послужить Иисусу две тысячи лет назад. Была такая возможность, когда Иисус входил в Иерусалим, что люди делали? Служили, пальмовые ветви бросали к его ногам, постелали одежды, пели. Сейчас нет такой возможности напрямую, но есть такая возможность, когда вы служите детям. И особенно это благословение выражается, когда есть такое сообщество, где есть все возраста. У тебя нет своих детей или они выросли, но ты приходишь в церковь, где есть малые дети. И физически есть малые дети в вере. И к этим малым детям прояви заботу, прояви снисхождение, прояви участие. И еще важный смысл, который сегодня мы исполнили, молясь за детей. Книга Бытье, глава 46, рассказывает о том, как в одной семье появились детки, два сыночка, Бытье 46, 20. Главным героем этой истории был Иосиф. И родились у Иосифа в земле египетской Монасия и Ефрем, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Иосифа Иосифа Иосифа. Как вы думаете, Потифер рад появлению внуков своих на свет? Наверное, хорошие жертвы были принесены в храме в Иолиополе в честь каких-то богов, богов плодородия, подаривших его дочери Осинефис, двух замечательных крепких малышей, Ефрема и Монасия, или Монасию и Ефрем. Как вы думаете, хотел ли Потифер благословить своих внуков в честь богов, которым он служит? Еще как. Что делает Яков и что делает Иосиф? В 48 главе мы читаем поискование, вся глава этому посвящена, как Иосиф взял с собой двух сынов своих, Монасию и Ефрема, и посетил своего отца Якова, который в болезни был. И здесь рассказывается, как Яков благословил своих внуков. И знаете, он перестал их считать внуками, а кем назвал? Сыновьями. То двойное благословение, которое было на Рувиме, перешло на Иосифа, и в Иосифе разделилось на Монасию и Ефрема. И поэтому Яков потом говорит, вот эти два отпрыска твоих, Нефрем и Монасия, Майи и Ани. И он их делает своими детьми и благословляет. Вся эта картина мы рассматривали в другой теме, но заметьте, друзья, если для Иосифа эта молитва благословения была так важна в земле, где он жил, в земле египетской, важно ли это для нас сегодня? Можем ли мы сказать о мире, который окружает нас, что это Египет? Еще как можем. Можем ли мы этой земле, окружающей нас, сказать, что это Вавилон? Вполне. Можем ли назвать это Содом? Так что нужно, чтобы детей отвоевывать у Египта, Содома и Вавилона? И не давать тем, кто служит Египту, Содому и Вавилону, благословлять и воспитывать и вести наших детей, молиться за них, благословлять их и наставлять. Если вы этого не сделаете, жрецы илиопольские тут как тут. Они есть в каждом коллективе. Они есть как блюдущие правила народа, традиции, праздники. Особенно в учебных коллективах. Где детям преподают, рассказывают, как что отмечать, в каких праздниках принимать участие, что для них священно на основе традиций земли. Если ты не отвоюешь, не благословишь, не перепосвятишь, не посчитаешь их детьми народа Божьего, святое место пусто не бывает. Великая ответственность. Поэтому, родители, чего бы вам не стоило, будьте сами в церкви и дети ваши с вами. Они должны быть рядом в доме Божьем. Вольности гуманистические на тему вырастет, сам выберет не работают. Если ты не наставишь, если ты не покажешь пример и не будешь принуждать в некоторых случаях, в некоторых случаях даже так, воспитывать в строгости, в рамках, мир воспитает сам. Борись за своих детей. Но теперь еще важный пример, последний, наставительный от самого апостола Павла из первого письма его к Коринфянам, главе 13. Там есть интересное размышление, которое мы все любим, цитируем, это любовь. Помните? Любовь, что она делает? Она и долготерпит, и милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Так много характеристик любви. Но вот с 9 стиха Павел опять возвращается к притче о возрасте. Посмотрите, друзья, в рассказе о любви Павел прибегает к притче о возрасте. Что он говорит? Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, то когда то, что отчасти, прекратится. Вот это вот сегментированное неведение какое-то, оно прекратится. И дальше приводит пример о себе, да и о всех нас. Когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, но как стал мужем, то оставил младенческое. Такая большая задача сегодня продолжать расти, стартовать как ребенок. Иисус это поставил, будьте как дети, но теперь во всем этом растите. если ты зависишь как младенец, хорошо, продолжай зависеть как младенец. Но когда надо любить, не люби как младенец, потому что любовь должна вырасти, любовь должна все покрывать, всему радоваться, верить, надеяться, переносить. Младенец так не может. Оставь уже младенческое, стань взрослым в конце концов. Я, конечно, по-младенчески думал, размышлял, это было мило, но это было младенческое, а теперь ты стал мужем, теперь ты стала женой. Оставляй младенческое. Оставь подростковые какие-то выходки, оставь это. Будь взрослым человеком. Ты теперь, как раньше сказано, становишься совершеннее, любовь, совокупность совершенства, а то, что отчасти, оно прекратится. Младенческое останется. Вот эта любовь не развитая, не выросшая, она пройдет, а будет какая любовь? Какая здесь описана. В полноте, в разных сферах, каждый день. так сегодня, чем больше качеств любви, тем возрослее духовнее и совершеннее человека. Начинайте, как дети, растите, как дети, завистье от Бога, как дети, доверяйте Богу, как дети, и становитесь совершенными. Аминь. Великий наш Господь, мы благодарим и славим Тебя за слово Твое наставление из Евангелия, которое сегодня учит нас добрым примером. Ты, Господи, ставишь важное условие достижения Царства Небесного, и мы хотим его исполнить. Сегодня в нашем собрании есть дети, жизнь которых, их воспитание, их взросление является иллюстрацией для нас, чтобы нам расти в Тебе, в вере, в надежде и любви. Прославься, Господь, в нас. Помоги нам быть, как дети, но взрослеть в меру полного возраста, любить Тебя всем сердцем, всею душою, всем разумением. Прославься в жизни нашей, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.